Столько сыров, йогуртов и масла на конкурсе сыра в США еще не представляли. Рекордное число производителей этой продукции съехалось в штат Висконсин. Организатор мероприятия – Ассоциация производителей сыра этого штата. Ее представитель говорит, участников стало больше, поскольку они увидели практическую пользу в этом мероприятии. «С 2015 года, когда проходил предыдущий конкурс, участников стало на 22% больше. Это немыслимо. Американские компании вышли в лидеры в мире. Они пытаются завоевать золотые медали, поскольку поняли, что это приносит прибыль». Наглядный пример – один из местных производителей. В прошлом году на конкурсе его сорт сыра получил золотую медаль. После этого производство компании удалось увеличить на 280%. «У меня все еще мурашки бегут по коже, когда я об этом говорю. Это большое достижение». На производство сыра может уходить по 9-11 часов. Потом от нескольких недель до нескольких лет продолжается дозревание. Задача судей непростая. Они оценивают сыры не только по вкусовым качествам. «В первую очередь мы смотрим на внешний вид. Сейчас мы оцениваем 18-килограммовые головки. Нужно удостовериться, что оболочка твёрдая, но не слишком». Многие участники приезжают, чтобы оценили их новые сорта. Говорят, что мнение судей очень важны. «Очень многие производители сыра мне говорили, что оценки, которые вы получаете, и критика просто бесценны. Особенно для начинающих». Сами члены жюри говорят, что дегустировать очень интересно. Но в этой работе есть и побочные эффекты. «В сыре содержится определённое количество соли. Самое неприятное, что губы от неё сохнут». В этом году на конкурс представили 2300 сыров, йогуртов и масла.